Давай, я буду нести обыльную коробочку Давай, давай Вот он, вот я там А чёрт Нет, это у нас Нет, это у нас Заготовка уже для Улучшающей команды Вчера это самый типовый ящик Сейчас здесь арбуза у нас не будет Да, угодно скажу нет Смотрите, ребят Как открываете коробку, у вас стартуют 2 минуты на утверждение Выложите Выложите Да, можете брать коробку Я вставлю и буду ставить Да, вот Аккуративайте Здесь автоматически залагируйте 1 минуту Хорошо? Все, нет? Давайте, вам удачи Спасибо Все, поехали Поехали, 2 минуты А скучно, Вадим? Банан, замороженная вишня Чемплата Сгущевка Можжевельник Розмарин Если розмарин, чебрес Гвоздичка И виноград Василий, виноград, достарайтесь Почему? Так, что? Свежемороженная винограда Давай, это сюда Вот это вам все же деньги Я думаю, полотно миндальное отграем? Да, это отграем И каландра Да Пункт вклад на украшение? Да Отойдет отлично Согласен А веточка, вы, наверное, не хочешь тоже украсить внутрь? Ну оставим Оставим Чебрец А гвоздика Ты же горячий хотел Василий Гвоздика Оставляй, разберемся Отлично Отлично Осталось минуту Да И так Так же У нас тут Писанка сходилась Что у нас еще? Это Сироп 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 Олычак Еще Сироп 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 Вы поняли, что это? Вася там свой волшебный, записной Какой-то набор Рецептов Юля Вот Кункт вклад на украшение Будет Сироп 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 Конкретное украшение Я думаю, давайте сначала с кункт вкладом Останется время Что-нибудь Да, его только цедру использовать Или кружочек нарезать Кружочек Кружочек Пять секунд Хорошо Так, то на середине И начинаем Так, поехали, дыр Здравствуйте С вами снова сущий Ванка Я Юля Я Василь А я Иван Ладно, наливаю воду Ладно Нам очень нравится этот этап Потому что он напоминает нам О таких моментах, которые постоянно происходят в нашей кофейне У нас есть определенная известность К нам Все время заходят кофейные гости из разных оператов Как пассивовочка И вот Кофейные гости заходят к нам в кофейню Мы их встречаем Надеваем на них фартуки И заводим сразу за кофемашинками Им всегда интересно повалить в офис самостоятельно Мы знакомим их с оборудованием Рассказываем, как устроена наша жизнь И рассказываем, на каком мы работаем Сегодня в нашей кофемалке пламят из двух эфиопий 70% натуральной эфиопии урала Прошу прощения И 30% мытой эфиопии В банковей петли И берем Этот кофе напомнил нам тот, с которым мы работаем у себя в сгущенке Он помогает раскрыть волочные напины И еще синергировать другими ингредиентами Рецепт эспрессо для всех напитков На входе 18 град На выходе 38 Баланс Кислотность выше средней Сладость средняя Коричь низкая Во вкусе Желтое яблоко в голден Белый виноград Желтая слива И маракуйя Твоя Вес эспрессо Средний Средний Вес эспрессо Средний Средний Вес Василий, тебе два допера, я правильно понял? Да, совершенно верно. Авторский напиток будет на двух допер. Судя по всему, Вася успел на подготовке записать себе рецепт и сейчас, подглядывая к себе в записи, готовят напиток. А еще этот этап напоминает на тот момент, когда наши бариста в спущенке, стажеры бариста, готовы стать частью нашей команды. Они издают похожую аттестацию, она называется «Слой для заказа». У них есть 10 минут, и они готовят 5 напитков в израслой категории нашего бенья. И для них это их маленький чемпионат. Они волнуются, на них смотрят все гости, собравшись в кофейне, на них смотрим. Их снимают на камеру, Ваня Гавриловна, потом выкладывают у себя в Инстаграм. Многие ребята даже выждали, что там выйти аттестации. И этот этап поможет нам в этой аттестации. Давай. Так, Юлечка, могла бы Василия внести? Их надо нам размешать все. А я приступаю к приготовлению аттестации. Дайте поставить вас. Спасибо. Спасибо. Привезу еще. Василь, ты готов рассказывать о рекламе авторского? Так, буквально минуту туда, и все, постараюсь. Хорошо. О, совсем забыла. Наш плен мы назвали «Рассвет», потому что Эфиофия – это разбивающаяся страна. А еще «Свет» восходящего солнца напоминает о желтом букете Эфиофии. А еще, например... Да, Юлиссер, что готов, но ему нужно просто яйца. Вы пока можете оценить крема. Да, пожалуйста, оцените крема. Дайте постоять ему минуту, и потом пробуйте. Как вам удобно. Вот есть ложечка салфетки. Я соберу у тебя второй дек. Хорошо. Хочешь? Да. Как обычно? Нет. Сейчас, дай. Тебе не еще эти очки сбрасывай. Ребят, прошло пять минут. Хорошо. Кто-то мне еще подохнет. Василий, если что, у меня есть еще два дек, правда? Если понадобится, прощайся. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Дайте им полные минутки. Я могу подсказать вам, когда можно пробовать. Там будет шесть-десять. Аплодисменты! Команда «Озбущен», как у нас нужна, да? Ребята сделали три эспрессо для судней. Остается еще шесть минут. Сейчас я, наверное, дождусь, когда вы оцените эспресса. Я могу это пробовать? Да. Еще мы очень часто вместе с нашего гостей, мы гостями пьем кофе. Это очень интересно. Мы можем откалиброваться и с разных городов. Так, я давно рассказываю про специалистов. Мы взяли пять клиентов. Это виноград. Это сиропа луфи. Пазика. Сдущенка. И что-то еще у нас бывает. И свежемороженое вишне. Василий, можно тебя немножко прервать? Я хочу немножко отдать капучино. Вот. А мы отдаем после капучино. Хорошо. Конечно. И так. Во вкусе капучино будет яблочный пирог. Персиковый йогурт. И он будет похож на пломбе. А сейчас я хочу, Екатерина, обращаясь к детям, очень часто давай вместе вольем. Я прошу бы судьи встать немножко и помочь мне от очнений. Мешательным. Очень часто гости очень хотят участвовать в приготовлении напитков. Держи. Держи. И мы вместе с тобой будем приставать. Теперь главное не нервничай. А то я-то нервничаю. Вот. Да, сопротивление здесь лежу наверху. Так. И делаем следующий. И подчеркиваем. Оп. И наслаждайтесь. Я заметил, что гостям очень нравится участвовать в процессе. И особенно им интересно, как же появляются эти узоры. И когда вначале в пушинке было очень мало гостей, мы, можно сказать, брали из заказа его гостя и очень хотели, чтобы заполнился ему. И я начал. Так, Катя. Держи. Вот. Я немножко прикапываю. Размешиваем. Интегрируем до конца. И вместе. Так. Хорошо. Хорошо. Стармах поднять крема. Отлично. Половина есть. И делаем первый. И второй. И главное зачерпнуть. Отлично. Кажется, для меня у тебя получается лучше. Вот. И когда я рисовал вместе с гостями, это было вообще сирически. Они запоминали нас. Они делали фоточки. Как развивался наш инстаграм. Хорошо. Вот. И при обучении, также занимаюсь обучением лоди-арта, я для лодокса научился рисовать классические рисунки. и левой рукой. И это мне помогало с гостями и при обучении. Потому что, если я несколько раз нарисую вашими руками, то вы, намного эффективнее научитесь рисовать. А также есть такой эффект Икеи. Когда вы покупаете не готовое изделие, а немножко такого полуфабрикан, и собираете его сами. И после того, как работа была проделана, у вас ощущения от продела на работу больше. То есть вы не просто купили готовое, вы собрали. И удовольствия от этого больше. И я надеюсь, что то, что вы принимали в участии в приготовлении капучино, вы туда не денете, но что по-другому к нему относится. Ведь вы же участвовали. Вот. Это на самом деле запоминается гостям. Вот. И еще мне снова поразит волк, я много подругляю сейчас. И так. Последний. И немножко пристапываем. Вот. Так, держите. И еще. Второй. Попасть. Как будто вы выливаетесь. Гости думают, что они делают, тогда рисунок получается механизм, а на самом деле мы это не знаем. Они из-за них. Так. И вот. Отлично. Ребята, молодцы. Уже третий напиток презентуют. Еще у них полтора минуты есть. Чуть меньше, чем полтора минуты. и пацан с лифтем. Твоя форма позволяет работать с вкусом и ароматом напитка. А, ветераны. Чуть-чуть спробую кленовая. Также я приготовил соус. Взял 20 г вишни, 15 г сиропа и винограда 30 г. Добавил немножко сироп с лиропой, да, я говорю. Добавил немножко, ну, лимча. Вот так вот правильно. Добавил немножко водички. Погнал майнером такого соуса, я взял 40 г. Потом взял у эспрессо, процедил через элко-сито, одинократые частицы эрит ингредиентов. После этого на водяной бане деликатно доводил бонусу температуры. Вот. В аромате ирис. Пожалуйста. Сливочная ириска. Пожалуйста. Вкусие. Халмат. Ликер бейлис. Время. Пошелец. Вороженая хрил-брюле. Долгая шоколадка. Вкусие. Пошел. Обидок мы назвали пушком, потому что он стреляет прямо в сердце. Время. И вот сгущенка от Краснодара, в первом обиде пушка, которая стреляет в сердце. И невероятная капучина, которую судьи с вами себе приготовили. Это хороший ход. Понятно? Ну, всегда, если ты сам себя готовишь, то, конечно, ты не можешь восстануть низкого царства. Это... Молодец. Здорово. Когда думали вот над этой идеей сразу же, ты думал, что вы будете уливать пушкит на вот таким образом? Или ар? Все. Стол высокий, длинный. Туда немножко неудобно и страшно, но это все-таки ваша кофикапа. И здесь нужно немножко выходить за рамки обычного сервиса. И для меня как раз делать что-то вместе с гостями. Это как раз то, что запоминается им, то, что хочется. Извините, Вань, перебют. Давайте скажем спасибо нашим участникам и судейской бригаде. Поклонируем. Спасибо. 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 У нас в Суде и вчера они учились нас заварить воронки. Сегодня они в Латрате молодели. Но... Да, может быть, порой. Спасибо. На самом деле, из-за малого времени, я думаю, до последнего ставить не ставить, ставить не ставить, но... Думаю, справитесь. Получилось классно. Я прям смотрел, все три судьи, прям, это классный контраст. Я думал, вкус не менее. Судьи опытные в этот раз. Да, повезло. А у вас, в Глэнде, еще одна угрозная работа, 70%. Еще одна угрозная работа, 70%. Скажите, как делали спец, почему решили остановиться именно на таком соотношении? С самого начала у нас была тактика выбрать основу, выбрать основу и натуральные кофе. Мы, правда, работаем в кофейне именно на похожей смеси, нам нравится, как это в молочке. И поэтому мы выдачли единственный натуральный кофе и жили уже что-то еще. А легко было бы определить в начале выступления, что за волосы, вы же не знали, да? Они были засекречены. У нас только по последнему были сомнения. Первые три мы сразу поняли, которые мы такие. Ну, по старику или колумбия, что-то такое. Мы не делали капер, мы сразу варили какой-то эспресс, а? И почти сразу завершали токумолки, на которые мы тут выступали. Да, тут все видно не наскрыто. На самом деле, мы поняли, что очень многие будут заваривать каппинга и начали суетиться там чашки, кофемолка. И мы поняли, что сейчас есть и сейчас, ну, сейчас свободная кофемашина, а потом через полчаса, там будет большая очередь. И мы сразу в эспрессо-машине и там немножко настраивали. Вот. И сразу приняли решение, выступать будем на ГА-30, потому что, на самом деле, развесить, налогать или сыпать, все это небольшой риск. Да, ну да, так, сразу выступали и смариваете курсов. Здорово. Мне показывают быстрее, быстрее. Я думаю... Какие выделали баня в ушках? Выделали баня невероятные. Друзья, нам нужно немного ускорить. Поэтому спасибо вам большое. Это команда Сгущенка, город Краснодар.